Долги по наследству. Можно ли их списать через процедуру банкротства? Если вы приняли в наследство квартиру или дом, и это для вас единственное жилье, то в процедуре банкротства оно неприкосновенно. Я лично веду несколько подобных дел. Долги по наследству при банкротстве. Всем привет! С вами на связи Наталья Катряева, арбитражный управляющий, эксперт банкротства физлиц, работаю по всей России, более 100 процедур в производстве. Почему я записываю это видео? Потому что клиенты обращаются за консультацией и просят ответить на вопросы. Приняли наследство? Можно ли списать этот долг, который приняли совместно с наследством, через банкротство? Или кредитор подал в суд на наследника с целью взыскания долга? Можно ли подать на банкротство и освободиться от обязательств перед кредитором по требованию, которое возникло в связи с принятием наследства? Прежде чем буду разбирать тему этого видео, попрошу каждого, кто смотрит, поставить лайк, подписаться на мой канал. Когда я смотрю на вашу обратную связь, меня это мотивирует еженедельно регулярно для вас выкладывать полезный контент. А также, чем я могу быть для вас полезна? Это проведение процедур банкротства по всей России, а также обучение юристов нюансам банкротного дела и курс по самостоятельному банкротству для граждан, у которых нет денег на юриста. Подробнее все вы можете посмотреть в описании к этому видео. Итак, приступаю к теме долги по наследству. Можно ли их списать через процедуру банкротства? Если вы принимаете наследство, то вы принимаете и долги наследодателя в размере не больше стоимости имущества. Так вот, по этому обязательству, по обязательству по исполнению перед кредитором вашего наследодателя вы можете освободиться через процедуру банкротства. Я лично веду несколько подобных дел. Дела рассматриваются в общем порядке по параграфу 1.1 главы 10 закона о банкротстве. Если вы приняли в наследство квартиру или дом, и это для вас единственное жилье, то в процедуре банкротства оно неприкосновенно. Если вы, как наследник, подаете в отношении себя заявление о банкротстве, вы можете освободиться от обязательств не только, которые приняли по наследству, но и по вашим всем имеющимся обязательствам. То есть, если у вас есть другие долги или обязательства в банках или по займам, то по ним вы также освобождаетесь через процедуру банкротства. Результатом процедуры банкротства является полное освобождение от долгов, как правило, для добросовестного гражданина. Вот в октябре 13 числа я завершаю процедуру банкротства, где наследник, мать, приняла наследство от умершего наследодателя сына, возбудила в отношении себя процедуру банкротства по заявлению, суд признал мать несостоятельным банкротом, ввел процедуру реализации имущества сроком на 6 месяцев, по правилам как раз параграфа 1.1, то есть по общим основаниям. Правило параграфа 4 главы 10 действует при проведении процедуры банкротства, когда во время банкротства умирает сам должник. Или кредитор подает заявление о банкротстве умершего должника. Резюмирую, банкротство в случае его смерти должника возможно. Если наследники приняли наследство, и соответственно если у наследодателя были какие-то обязательства, то наследник по общим правилам от этого долга освободиться может через процедуру банкротства. Если вы нашли ответ на свой вопрос в этом видео, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, напишите комментарий, задавайте также вопросы в комментариях. А также если у вас есть обстоятельства дела, и вы не понимаете, стоит вам банкротиться, не стоит, что вам делать, вам нечем платить по долгам, контакты в описании, не стесняйтесь, звоните, пишите, консультация бесплатная, мои помощники вас проконсультируют. Субтитры подогнал «Симон»!